Новый виток. Соглашение о взаимном сотрудничестве подписали агентство по финмониторингу, нацпалата предпринимателей «Атомикен» и уполномоченной по защите прав предпринимателей. Документ затрагивает вопросы защиты бизнеса и борьбу с теневой экономикой. Важность и значимые соглашения будут ощутимы позднее, когда оно заработает. А пока участники встречи поделились своим взглядом на права предпринимателей. Еще в начале года АФМ внедрила практику и приняла алгоритм согласования, вызовав предпринимателей по уголовным делам с центральным аппаратом. При небольшом росте регистрации дел на 40% снизилось количество вызовов предпринимателей в качестве свидетелей. 10 мая главой государства подписан указ о мерах по либерализации экономики. Поэтому руководителям ДЭР запрещается регистрировать уголовные дела без акта проверки уполномоченного органа. Также до вступления в силу решения госоргана, либо суда при процедуре обжалования. Жалобы бизнеса на действия сотрудников обоснованы, продолжил Дмитрий Малахов. Поэтому департаментам нужно согласовывать с аппаратом вызовы всех без исключений. Еще нужно наладить тесное взаимодействие с региональными палатами предпринимателей, а не просто проводить формальные встречи. Еще раз подчеркну, агентство готово и открыто конструктивным предложением по совместной выработке мер по защите прав предпринимателей. Уверен, что сегодняшнее мероприятие даст новый импульс к более тесному развитию нашего сотрудничества в деле по защите бизнеса. Палата между тем подчеркнула, что вопросов много. Ну а то, что идет контакт и диалог с агентством, это продуктивно и дает свои плоды. К тому же уголовный процесс для бизнеса – это колоссальные потери по времени и материальным затратам. Нельзя сказать, что все вопросы решены. Но то, что работа ведется – это факт. Поэтому мы договорились с руководством АФМ о том, что вот эта работа будет продолжена. Основной фокус будет на регионы. Основной фокус будет на те тематики, которые связаны с теневой экономикой. Подписанный трехсторонний меморандум удовлетворил все стороны, тем более в свете последнего указа президента о либерализации экономики. Было важно все-таки зафиксировать, что нашей общей целью всех и моей, и АФМ, и в принципе всего государственного управления является развитие и защита предпринимательства, как основа рыночной экономики. И я очень рад, что агентство это понимает. И надеюсь, что нам не придется применять полномочия по делу без дела, когда у нас есть личный контакт, когда мы можем очень многие вопросы на месте решать. Потому что цель у нас одна – это защита и развитие предпринимательства. Таким образом, системная работа по защите добросовестного бизнеса, снижение доли уголовных дел, полная видеофиксация следственных действий и более 80% дел в электронном формате дают бизнесу уверенность в защите прав и интересов. Гульнар Умаров, организатор Успанов, Нурлан Шамгонов, ТДК-42. Аким Ингосталской области Нурлан Ногаев подал в отставку. Может ли уход Ногаева, который много лет был во власти, заставить уйти и других Акимов? Депутаты высказывают мнение, что Акимы областей, которые этой весной не смогли предотвратить паводки, должны быть отправлены в отставку. А найдется ли на их место кризис-менеджеры? На этот вопрос мы попытались найти ответы у депутатов Мажелиса. Президент Тукаев подписал указ об освобождении Ногаева с должности Акима в Магисталской области, сообщает Ахорда. Днем ранее сменился глава нацкомпании «Казмонайгаз» Морзагалиев. Эта информация появилась на фоне сообщений о якобы начатой в регионе кадровой чистке, в том числе в руководстве департамента полиции. Якобы речь идет о сращивании силовых структур и чиновничества для неформального контроля над протекающими через Магистал потоками нефти-долларов. На фоне ухода Морзагалиева из «Казмонайгаза» в отставку отправился почти весь силовой блок нефтяновых регионов. Сначала уволили руководителя департамента полиции Магисталской области, вслед за ним отправился начальник ДКНБ. Но Ногаев имеет огромный опыт, и руководство страны всегда ценило этот факт. Самый долгоиграющий и самый опытный Аким, я его так оцениваю. Нельзя играть с Акимами, нужно ценить кадры. Акимов в нефтяном регионе Казахстана было несколько, но люди от этого не стали жить лучше. Напротив, каждый второй житель нефтегазоносного региона умирает от болезней, вызванных экологией. Дети страдают анемией и аллергией. Причина сжигания неочищенного попутного газа. Нефтяники не просто нещадно сжигают кислород, они травят регион. Редко кто доживает до пенсии. Каждый второй умирает от болезней, вызванных грязной экологией. Данные экологического мониторинга нефтедобывающих предприятий, как правило, притянуты за уши и причесаны, говорят местные экологи. По их сведениям, экологическая обстановка такова, что под факелами можно жить. Истину скрывает. Оценку состояния окружающей среды должна проводить независимая экспертиза. Но это очень дорогое мероприятие и оплачивать его некому. Некоторые депутаты полагают, что Акимы регионов, где жители живут плохо, должны подать в отставку, как это делается во всем мире. В развитых странах после трагедии руководители подают в отставку, но не у нас. Я считаю, что наши Акимы должны подать в отставку после паводков. Условно, если бы Карачаганахское месторождение отдавало бы деньги только Уральску, а Тенгийское только Атрау, то Уральск или Атрау были бы маленькими Дубаями. Но Казахстан работает по-другому. У нас централизованная система власти. Почему же жители Эмиратов и Норвегии живут лучше, чем в Казахстане? Хотя и там, и там добывают нефть. Потому что у нас почти вся прибыль достается нефтяным иностранным компаниям. И невыгодные для страны соглашения о разделе продукции были заключены на 40 лет. В Уральске идет подготовка к отопительному сезону. Специалисты отмечают, что в этом году на ремонт тепловых сетей из республиканского и местного бюджетов, а также из собственных средств предприятий, выделено около 14 миллиардов тенге. В отопительный период 2022-2023 года зарегистрировано 2315 технологических дефектов за прошедший период 1140. Этот показатель уменьшился в два раза. На выделенные в прошлом году 12 миллиардов тенге было заменено более 5,5 километров тепловых сетей, около 600 метров водозаборных систем, 2149 километров электрических сетей, а также проведен текущий ремонт более 200 трансформаторных подстанций, рассказали энергетики. По данным инвестиционных программ и бюджетных совещаний, мы планируем заменить 7 километров тепловых сетей, около 1000 километров электрических сетей, а также около 1000 метров водозаборных и водопроводных сетей. В настоящее время по поручению Кимобласти мы подготовили план до начала этого отопительного сезона. У каждого плана есть этапы выполнения. В Уральске ведутся работы по откачке воды с дачных участков, пострадавших от наводнения. В областном центре работает команда специалистов, которая занимается откачкой воды с 12 дачных участков города. В работах задействовано 37 единиц техники и около 40 специалистов департамента по ЧАЭС. В Западной Казахстанской области продолжается работа по ликвидации последствий паводков в дачных участках. В областном центре действует специализированная группа, которая занимается откачкой воды с 12 дачных участков. Один из них – санаторий Евразия. Именно здесь собирается вода с нескольких дачных участков, которые находятся на берегу русла реки Деркул. В данный момент откачиваем воду уже в течение недели. Здесь вода убавилась примерно где-то сантиметров на 80. Работают здесь мотопомпа прицепная АЦ 540 и новая помпа СНП 500. Вся эта вода уходит в речку Деркул. На сегодняшний день в районных садоводческих товарищей – Речник, Венера, Евразия, районы Корени, Березка-1, Березка-2, Автомобилист, Мичуринская, Труд, Волна, Восход. А также в поселке Мичурино районы Батирек ведутся работы по откачке грунтовых вод. Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям и Департамента полиции совместно патрулируют подтопленные территории. Первый день, когда я позвонила по 109, сказала, что у нас затопило дом и затопило получастка. Но на второй день нам уже прислали ребят. Но все дни, вот сколько уже, наверное, три недели они дежурят постоянно здесь, постоянно работают, постоянно откачивают. Претензий нет. Они даже, вот когда было сильно, сильно много воды было, они ночью, и последний раз где-то темно, и всю ночь дежурили здесь около нас стояли. Добросовестно работают ребят. По поручению Акима Западной Казахстанской области на ремонтуре Галиева действует специальная комиссия, которая занимается оценкой ущерба, понесённого дачниками в результате наводнения и осуществляет выплату материальной помощи в соответствии с установленным порядком. Комиссия проводит инспекции подтопленных дач, а все строения проходят поэтапное техническое обследование. Семьи очень много, многонезных в том числе. И, насколько я знаю, сейчас партия, Аманат помогает тоже социальным уязвимым. Кемангольд, конечно, заинтересован скорейшим в предоставлении жилья. Конечно же, хотелось бы, чтобы до осени всё это дело разрешилось. Техническое обследование затронутых дачных участков проводится поэтапно, а выплаты социальной помощи уже достигли почти 2,8 миллиарда тенге. Разъяснительная работа с населением будет продолжена, обеспечивая поддержку и информирование на всех этапах борьбы с последствием природных бедствий. Дана Керимбаева, Бигзат Габдушев, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Громкий скандал вокруг очередного долгостроя разгорелся в октябре. С просьбой о помощи на этот раз выступили свыше 100 дольщиков, вложивших деньги в покупку элитных апартаментов. По их словам, жилой комплекс обещали сдать ещё два года назад. Почему застройщик, которому покупатели успели перевести почти полтора миллиарда тенге, не торопятся выполнять свои обязательства, выясняла Лейла Уесова. Комфорт им только снится. Вместо новоселья октябренские дольщики скитаются по чужим углам и просят помощи. В элитные апартаменты они должны были заселиться ещё в 2022-м. Но жилой комплекс, который изначально позиционировался как жильё премиум-класса, оказался проблемным долгостроем. Ничего не происходит, никакого движения нет. В прошлом году 4 человека ходил и ходил, но всё лето ходило, толку никакого не произошло вообще. На наши конкретные вопросы, когда будет закончен, они сейчас отвечают. В прошлом году взяли разрешение ГАСК до 2024 года, в декабре мы построим. Как видите, сегодня уже май, никаких работ не производится. Говорят, что нет денег, чтобы закончить строительство. Но и мы в трудной ситуации. Жена беременная, скоро родит. А идти больше некуда. Свою квартиру продали, все деньги вложили в новостройку. Хотели жить с комфортом. Уже ровно год прошёл, как стройка остановилась. Они даже с рабочими не рассчитались, которые здесь работали. У них есть другой бизнес. Рестораны и мебельные магазины, земельные участки. Пусть всё продадут и достроят нам дом. Сейчас объект заброшен. В подвалах вода стоит, сырость кругом. В строительство элитного комплекса в общей сложности дольщики вложили полтора миллиарда. Первый корпус всё же достроили. И часть жильцов в него даже заехала. Но никаких документов с тех пор они так и не получили. В этом доме за моей спиной люди уже живут, потому что оказались в безвыходном положении. Им просто некуда идти. Хотя дом официально ещё не сдали в эксплуатацию. У жильцов нет на руках ни техпаспорта, ни других документов. Как сообщили представители стройкомпании, акт ввода не зарегистрирован в уполномоченном органе. Процесс затянулся в связи с судебными тяжбами между застройщиком и подрядчиками. При этом сроки сдачи второго корпуса переносили трижды. Оказывается, по закону компания имеет на это право. В части того, что сейчас идёт какое-то нецелевое использование денежных средств дольщиков, речи быть не может. Потому что предоставлены все смертные документации по приходу, расходу денежных средств по строительству жилого комплекса хаза-премиум на сегодняшний день. Срок окончания строительства, согласно уведомлению полномоченного органа, у нас декабрь 2024 года. Но нужно учитывать, есть такое понятие, как форс-мажорные обстоятельства, подорожали строительные материалы и так далее. Между тем, 15 дольщиков уже написали заявление в полицию. Если там найдут доводы для возбуждения уголовного дела, то компания будет вынуждена опять приостановить работы. К слову, в Актубе насчитывается 11 проблемных долгостроев, и по многим ЖК идут судебные разбирательства. Уникальная возможность появилась у казахстанских предпринимателей. Успешная бизнес-леди запустила собственный мастер-класс по увеличению эффективности бизнеса. Бибигуль Саржанова, который имеет огромный опыт по ведению бизнеса, расскажет о восьми этапах продаж. Посещение мастер-класса поможет предпринимателям привлекать больше клиентов, закрывать большие сделки, увеличивать средний чек и повысить лояльность клиентов. Мы узнали об этом подробнее. Продажи в 21 веке видоизменились и значительно отличаются от традиционных методов продаж. Бизнес-коучинг становится все более популярным среди предпринимателей и топ-менеджеров. Это индивидуальный подход к развитию предприятия, который направлен на помощь бизнесменам, чтобы найти слабые места и превратить их в более сильные стороны. Мастер-класс «Восемь этапов продаж», который предлагает успешная бизнес-леди и бизнес-коуч Бибигуль Саржанова, поможет вам увеличить эффективность своего бизнеса, увеличить доход на 50% всего за 5 часов. В своей работе она использует уникальные методики и стратегии, которые помогают компаниям достигать поставленных целей. Поговорим сегодня о том, откуда же деньги приходят в бизнес и куда инвестировать после товара, для того, чтобы бизнес был прибыльным. Для любого бизнеса нужна комплексная работа, нужна оцифровка, автоматизация бизнеса и систематизация. Вот наш курс «Восемь этапов продаж» является как раз-таки одним из инструментов повышения продаж и увеличения выручки, потому что «Восемь этапов продаж» — это техника и психология продаж, это теория и практика. Бибигуль Саржанова, который уже много лет помогает бизнесам становиться лучше, отмечает, что в основном предлагаются шесть этапов продаж, но здесь их восемь. Дополнительные этапы прописаны самим коучем, исходя из наблюдения ошибок работ сотрудников. Главной ценностью нашего курса является то, что сам предприниматель обучается, обучаются его сотрудники, увеличиваются продажи, закрываются планы, у продавцов появляется мотивация, высокая мотивация, у них загораются глаза от длинных продаж, от длинных чеков. И главный результат, конечно же, это повышение прибыли Х2. Клиенты Бибигуля отмечают, что после работы с коучем их бизнес действительно начинает расти. Среди ее участников немало известных предпринимателей. Одна из тех, кто прошел мастер-класс, является Динара Мергалиева, которая на протяжении последних лет сама руководит рядом бизнес-проектов. Хочу рассказать о курсе «Саржанова Бибигуль» — 8 этапов продаж, которые я прошла, я обучила своих сотрудников. Хочу сказать, что курс очень эффективный, было очень много инсайтов, такие как по работе в зале, по работе в примерочной. Дело в том, что я часто обучаюсь, прохожу много очень интересных курсов, но именно в этом курсе не было повторов. Все очень интересно, лаконично. Я очень рекомендую, я считаю, что сотрудников нужно вкладывать, их нужно обучать. Поняв разницу между внутренним и внешним маркетингом, мне удалось поженить маркетологов и продажников. Это было счастье, это было таким тандемом, классным. И вот тогда наши дела пошли еще больше в гору. Мастер-класс «8 этапов продаж» от Бибигуль Саржановой состоится 20 мая в Уральске по адресу улица Масина, 67-1, гостиница «Шагала» с 11 до 17 часов. Дополнительная информация на странице в Инстаграм SBS KZ и по телефону плюс 7 701 866 78 26. Сергей Уланов, Марцель Шайхиев, телеканал ТДК 42. Масштабные учения прошли в Казахстане. С 15 по 16 мая во всех регионах прошло республиканское командно-штабное учение ОР-2024. Его целью является повышение готовности органов управления, силы средств гражданской защиты к действиям при природных пожарах. В учениях, развернутых на территории Западно-Казахстанской области, также принял участие глава региона на ремонт урегалиев. Республиканское командно-штабное учение ОР-2024 в Западно-Казахстанской области проводилось в районе садоводческого объединения «Романтика» вдоль реки Урал. Аким области принял участие в учениях и рассказал о планируемых закупах новой техники для дальнейшей работы. «В прошлом году, как вы все знаете, инспекциям лесного хозяйства и ДЧС было выделено достаточное количество техники на сумму около 3 миллиардов тенге. В этом году хотим выделить ДЧС 7 единиц техники, а инспекциям лесного хозяйства планируем выделить 33 единицы техники, в том числе тракторы». Условно установлено, что на площади 10 гектаров горят кустарники и леса. Планово выполнена локализация наиболее опасного направления распространения огня, что позволило оценить готовность аварийных служб к работе. «На данных учениях задействованы 37 единиц техники, порядка 126 человек личного состава, 3 летательных аппарата». Благодаря грамотному руководству и слаженным действиям личного состава условная чрезвычайная ситуация была ликвидирована, не допустив её распространения на соседние садоводческие объединения и прилегающие леса. Использование запрещенных рыболовных сетей карается штрафами. Об этом напоминают специалисты Акжаикской рыбной инспекции Западно-Казахстанской области. Согласно законодательству, к запрещенным орудиям лова относятся сети из синтетических волокон. В народе они называются китайскими сетями. Такие орудия лова оставлены водоемах из-за своего химического состава наносят урон природе. Поэтому использование их является административным правонарушением, за которое грозит штраф в размере 24 мрп. На сегодняшний день эта сумма равна 92 300 тенге. Несмотря на запрет, каждый год, особенно в нерестовый период, в ходе проведения широкомасштабной рыбоохранной акции Бекре и правоохранной акции Чистые водоемы, сотрудниками управления рыбной инспекцией изымаются брошенные браконьерами незаконные орудия лова, оставленные браконьерами. Так называемые китайские сетки считаются по стоимости дешевле традиционных капронных сетей. Во многих случаях остаются в воде брошенными. При этом они отравляют воду, наносят огромный ущерб водоемам и экосистеме в целом. Зарабление водоемов разрешается только при наличии ветеринарной справки. Об этом напоминают специалисты Акжаикской рыбной инспекции Западно-Казахстанской области. Работы по зараблению водоемов проводятся на основании информации договора купли-продажи территориальными подразделениями уполномоченного органа. Они должны быть сданы в течение пяти рабочих дней со дня проведения зарабления. Без соответствующих документов работы по зараблению не принимаются. Если субъект рыбного хозяйства не проводит зарабление, рыбная инспекция вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. Субъект рыбного хозяйства должен предъявить весь пакет документов. Это договор купли-продажи, ветеринарную справку, платежные поручения. При этом субъект обязан предоставить видеосъемку, в которой будет указываться дата, время, погрузка, место погрузки и место выгрузки. Более 38 миллионов людей в мире живут с ВИЧ. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. Каждые 12 месяцев в среднем регистрируется полтора миллиона новых случаев заражения заболеванием. Ежегодно 3 воскресенья мая проводится Всемирный день памяти умерших от СПИДа. В текущем году этот день выпадает на 19 мая. В Уральске к этой дате приурочили мероприятие, состоявшееся в Высшем медицинском колледже. Для студентов Высшего медицинского колледжа организовали большую лекцию «Тема о ВИЧ и вреде наркотиков». Спикерами выступили педагоги учебного заведения, представители правоохранительных органов, а также специалисты Центра профилактики ВИЧ-инфекции. Мы вместе исцеляем через любовь и солидарность. Проблема СПИДа остается на сегодняшний день актуальной, поэтому люди должны знать. Сегодняшнее мероприятие приурочено именно к Дню памяти людей, умерших от СПИД, с целью для чего привлечь внимание студентов, повысить уровень информированности о проблеме. Студенты могли принять активное участие в беседе и задать интересующие вопросы. Они понимают серьезность ВИЧ и последствия употребления наркотиков, поэтому считают, что такие мероприятия полезны и их стоит проводить чаще. В социальных сетях есть разные клубы, сообщества, группы, и там люди могут заворожить, пригласить их, сказать, что это очень хорошо, поможет. Есть разные приемы у них, допустим, и это могут принести им вред, если сказать так. Это очень вредно, так как я учусь в медицинском сфере, я могу сказать, что это очень вредно, не думаю, что нужно заводить такие привычки вредные. На первом месте при распространении ВИЧ-инфекции в Казахстане половой путь, на втором инъекционный, в том числе при употреблении наркотиков. Спикеры напомнили, что у тех, кто имеет дело с наркотическими веществами, наблюдается изменение в поведении. У человека наблюдается потеря в весе, нервозность, бессонница, потеря аппетита и ухудшение внешнего вида. У детей могут внезапно появляться деньги. Сотрудники полиции привели в пример еще ряд признаков, по которым можно определить, что человек имеет дело с наркотиками. Если у ребенка в личных вещах зип-пакеты, ручные маленькие весы, если в сотовых телефонах у них непонятные фото, картинки, например, фотографии подездов, лавочек, деревьев, это значит надо этим ребенком надо поговорить или надо опасаться. На сегодняшний день в Казахстане проживает свыше 30 тысяч людей с ВИЧ. По данным Министерства здравоохранения, за последние 10 лет заболеваемость ВИЧ-инфекции в Казахстане увеличилась в два раза. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Асобия Кобекенов, ТДК 42. В Уральске состоялась спартакиада среди работников культуры, организованная Управлением культуры, развития языков и архивного дела. Цель мероприятия поощрить здоровый образ жизни среди работников культуры через физическую активность, пропаганду спорта и укрепление здоровья. В Уральске проходят спартакиады среди работников культуры. Как говорится, талантливый человек должен быть талантлив во всем, но и не уступать в спорте. Здесь принимают участие работники культуры со всех районов. Планируется, что спартакиада будет проводиться два дня. Спартакиада работников культуры Западно-Казахстанской области оказалось ярким событием в культурной жизни региона. На протяжении двух дней сотрудники театров, музеев, библиотек, а также представители других культурных учреждений собрались вместе, чтобы соревноваться и отдохнуть в дружеской атмосфере. Открытие спартакиада было официальным и торжественным. Руководитель областного управления физической культуры и спорта пожелал всем командам удачи и подчеркнул важность такого мероприятия для формирования здорового образа жизни. Здесь участвуют более 500 сотрудников сферы культуры. Соревнования будут проходить по семи видам спорта, включая футбол, волейбол, теннис, бильярд и лёгкую атлетику. Но кроме традиционных видов спорта, в программе также представлены и казахские национальные игры, такие как аркан-тарты, сас и коту, что придало мероприятию особый колорит и разнообразие. Мирик Ясакау, заведующий осветительным цехом русского драматического театра имени Островского, выразил свою радость по поводу такого необычного события в культурной среде. Он подчеркнул, что данная инициатива способствует укреплению здоровья и объединению коллективов различных учреждений. Я представляю драматический хиатр имени Островского. Там только некультурные люди, еще и спортивные люди. Надеемся, сегодня займем листа призовые. Помимо самого соревновательного аспекта, спорта хиада стала прекрасной возможностью для обмена опытом и укрепления дружеских связей между работниками различных культурных учреждений. По итогам двух неинтенсивных соревнований лучшие участники будут награждены памятными подарками и грамотами. Дана Керимбаева, Бигзат Габдушев, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Все самое главное за последние семь дней в программе «Итоги недели» в воскресенье на ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Одежду ведущим предоставлено магазином «Купер». Бутики мужской одежды «Купер» расположены в торгово-развлекательном комплексе «Сити-центр» на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре «Азиамол» на первом этаже. «Купер» 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 и «Купер» Редактор субтитров А.Семкин